МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти как Амурский, только в два раза длиннее. Строительство нового моста через Зею начнется в июне. Новую деталь на действующем переходе уже установили. Не послушал прохожего, ответишь перед судом. Благовещенцу грозит уголовная ответственность за похищение решетки ливневой канализации. Зоркий глаз. Перед открытием сезона в Первомайском парке установили несколько камер видеонаблюдения и подготовили для гостей еще несколько сюрпризов. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие минуты в эфире «Город». Здравствуйте! Строительство нового моста через Зею планируют начать в июне. Контракт на возведение переправы с подрядной организацией уже заключили. Делом займется компания, построившая трансграничный мост через Амур. Об этом рассказали на пресс-конференции в правительстве области. Мост начнут возводить слева во берега Зеи, противоположного областному центру. Там уже работают геодезисты. В наших планах в 2020 году выполнить работу по устройству основания. То есть нам необходимо убрать плодородный растительный слой, подготовить замену грунта там, где это необходимо, с предусмотренной проектной документацией, и выполнить первые слои. Также в этом году необходимо разместить заказы по изготовлению металлоконструкции пролетного строения. Держаться новый мост, который возьмет начало в районе пересечения улиц Горького и Первомайской, будет на 26 опорах. Порядка шести планируют поднять в этом году, чтобы в следующем начать монтаж пролетных строений. Всего же за год подрядчик готов освоить порядка 5 миллиардов рублей. Эти деньги выделит Федерация. Их поступления ждут в самое ближайшее время. Софинансирование строительства из областного бюджета тоже предусмотрели в размере 666 миллионов. Действующий автомобильный мост через Зею сегодня приобрел новую деталь. Дорожники установили на переходе аппарель. Благодаря этой транспортной эстакаде двигаться по сооружению вновь разрешат автомобилям массой до 10 тонн. Над монтажом платформы специалистам пришлось трудиться всю ночь. Кристина Слепцова побывала на месте в самый разгар работ. С того дня, как на Зейском мосту ограничили движение и начали дежурить полицейские, к ним присоединился пес. Безымянная дворняга не отходит от инспекторов ни днем, ни ночью. Сегодня выдалась особая миссия. Не пустить на мост ни одного автомобилиста. Движение запретили полностью ради установки транспортной эстакады. По сути, платформа, установленная над просевшей плитой перекрытия, это пологая площадка. Способ сборки напоминает конструктор. Есть металлическая основа из балок, к ним прикручивают квадратные настилы. Одновременно трудятся над этим 20 человек. На сборы по релли транспортной эстакады у рабочих уйдет больше 7 часов. Здесь только болтов полторы тысячи штук. Их, как и все остальные элементы платформы, изготовили на Амурском заводе металлических конструкций всего за неделю. Необходимость установки эстакады переоценить сложно. Благодаря конструкции в областной центр вновь смогут въезжать пассажирские автобусы и большегрузы. По ней же будут двигаться легковые авто. Но для начала платформу испытают нагрузкой. По результатам испытаний будет выдана рекомендация, какой транспорт, разрешенный масса транспорта, который пойдет по данной эстакаде. Смонтировать аппарель полностью рабочим удалось к 5 утра. В это же время движение по мосту возобновили. Точно такую же конструкцию 22 мая соберут на втором поврежденном участке перехода. Как рассказал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, параллельно проектная организация готовит материалы для ремонта поврежденных участков. Сроки выполнения работы остаются также на июнь этого года. И придется до этого периода ездить именно с ограничениями, которые действуют на сегодняшний день. Процесс изготовления плит при кратии, проектные решения по изготовлению балки, они идут не параллельно и никак не зависят от эстакады. А капитальный ремонт Зейский мост переживет в следующем году. Профинансировать данные работы поручил Владимир Путин. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». Губернатор Василий Орлов проинспектировал дорожный ремонт в областной столице. Оценил ход работ на пересечении улиц Ленина и Шимановского, а также вдоль улицы Калинина. Технические нюансы главу региона посвятил первый заммэра Олег Имамеев. Он отметил, что строители строго придерживаются плана, согласно которому ремонт магистрали должен завершиться в октябре текущего года. За это время подрядчики не просто поменяют дорожную одежду, но и заменят 100% коммуникаций. Напомним, улица Калинина получит вторую жизнь в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на перекрестке улиц Ленина и Шимановского развернулись в рамках муниципальной программы. Но они менее важны для горожан. К июню специалисты планируют заменить здесь водопровод и теплосети. В общем, коммуникации вдоль улицы Ленина обновят на протяжении двух километров. Строительство школы на полторы тысячи мест в районе комбината «Тепличный» вышло из нулевого цикла. Рабочие забили больше двух с половиной тысяч свай. На объекте, который в будущем станет крупнейшим образовательным учреждением на Дальнем Востоке, побывал Василий Орлов. Подрядчик рассказал, строители приступили к заливке бетонных блоков. На это уже ушло около 800 кубометров материала. Работу ведут по мере подготовки фундамента корпусов. Сейчас трудятся над центральными, которые свяжут рядом стоящее здание. Там срезают сваи. Напомним, новая школа займет больше пяти гектаров и вместит в себя порядка 60 классов. А еще четыре спортивных, тренажерные залы с раздевалками, актовый зал. Территорию двора разобьют на сектора, предусмотрят и зону отдыха. Строительство новых школ – процесс необходимый, отметил губернатор. Прирост учеников в областном центре ежегодно составляет тысячу человек. Эта школа не единственная. У нас еще строится школа в Свободном. Крупная тоже строит компания «Мужстрой». У нас проектируется школа в Акимчане. Мы надеемся, что в этом году приступим к строительству. И отдельно планируем еще строительство школы в Чигирях. Там сегодня имеющаяся школа старая и недостаточная по мощности. Поэтому на первом этапе вот эта школа сможет принять учеников, в том числе Чигирей. Два молодых благовещенца попались с закладками. У парня и девушки изъяли крупную партию синтетических наркотиков. Молодые люди продавали запрещенные вещества бесконтактно. Поймать с поличным наркоторговцев оперативникам удалось в тот момент, когда парень производил закладки. В общей сложности из таких тайников правоохранители изъяли около 100 граммов метилэфедрона. Предположительно, торговала пара через интернет. При этом сами наркотики не употребляют. Задержанных подозревают в 10 эпизодах преступлений. В отношении обоих торговцев смертью возбудили уголовные дела. В центре города столкнулись мотоцикл и иномарка. Женщина-водитель не пропустила рулевого двухколесного транспорта. Последнему понадобилась помощь медиков. Столкновение произошло на пересечении улиц Горького и Шевченко. Женщина-водитель при повороте налево не предоставила преимущества в движении мотоциклисту. В результате 53-летний водитель мототранспорта получил травмы и на скорой отправился в медучреждение. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Еще одно происшествие тоже случилось на улице Горького. Травм при этом никто не получил, хотя нагрузку на себя неизвестный взял значительную. На участке между Пушкиной и Чайковского он похитил решетку ливневой канализации и попал в объективы камер очевидцев. На кадрах видно, что несмотря на тяжесть ножа, мужчина не сдается и упорно продолжает тащить решетку. Авторы ролика в шутку назвали похитителем местным Рэмбо и пытались заставить его отнести конструкцию на место. А еще пригрозили вызвать полицию. Ты нажав, отнеси на место. На место отнеси. Я сейчас полицию звоню. К правоохранителям, кстати, уже обратились. Заявление составили специалисты ГСТК. За кражу муниципального имущества горожанину может грозить уголовная ответственность. У нас воровство дождеприемных решеток происходит довольно-таки часто. По возможности, чтобы обеспечить движение, мы сразу оперативно восстанавливаем эти решетки. У нас есть запасные дождеприемные решетки, но они, конечно, правда не по ГОСТу. Мы их сами изготавливаем для своих нужд, чтобы обеспечить безопасность. Вторые сутки амурские спасатели борются с двумя крупными лесными пожарами. В Зейском районе огонь разбушевался в 14 километрах от села Заречная Слобода, а в Магдагачинском не дошел всего 10 километров до села Толбузино. В Зейском районе пожар удалось локализовать на площади около 5000 гектаров. На его тушении работают около 70 человек. Еще 74 специалиста устраняют возгорание на площади около 3000 гектаров в Магдагачинском районе. А сегодня в районные автопарки поступили новые пожарные машины. Их закупили на Челябинском заводе, потратив из областного бюджета более 20 миллионов рублей. Уралы 2020 года выпуска отправили в Архару, Серышево и Сковородино. За обстановкой в Первомайском парке областного центра теперь будут следить камеры видеонаблюдения. Шесть фиксаторов установили на днях вдоль основных аллей. Впрочем, пока в объективы, кроме сотрудников, белок и птиц, никто не попадает. Парк только готовят к открытию сезона. Что нового ждет горожан, поинтересовалась наша съемочная группа. Под пение птиц в Первомайском парке спорится любое дело. Алексей Гапоненко засыпает траншею для септика. Она ведет к будущему теплому кафе. Возвели его на месте старой беседки. Место Алексей выбрал не случайно. Неподалеку расположены крупные детские площадки. Так что если пойдет дождь или подует сильный ветер, укрыться от непогоды можно будет в считанные секунды. Сейчас здесь будет полноценное кафе с теплым помещением, которое сможет люди посетить и в диме сезон. Где-то до середины ноября возможно будет попить чай, согреться. Осталась наружная и внутренняя отделка. Я думаю, в середине, в июле, я думаю, должно уже оно заработать. Что уже работает, так это камеры наружного наблюдения. Их вдоль основных аллей установили буквально на днях. Порядка 80 тысяч было потрачено на это. На первом этапе мы установили 6 видеокамер. В планах у нас установка 16 видеокамер по всему периметру парка Первомайского. Это будет в процессе этого года все сделано. Работают камеры в круглосуточном режиме. Фиксируют картинку в цвете. За происходящим через монитор неустанно следит охранник. Если нужно, в режиме реального времени изображение в любой момент может приблизить. Впрочем, пока необходимости в этом нет. Посетителей в излюбленное место отдыха не пускают. Его только готовят к открытию. Покрасили скульптуры, убрали листву. Теперь вот покрывают лаком лавочки. Но самое главное, говорит администратор парка Лариса Найман, местная природа тоже заждалась гостей. Цветы распустились, кроны деревьев стали пушистее. А птиц сколько появилось. И поют из утра, и днем. Если раньше только было утром слышно, то сегодня они поют целый день. Как бы это очень хорошо. Дышится хорошо, свежо. Поэтому я думаю, если горожане к нам придут в гости, мы будем им рады. Они вдохнут, как вы говорите, действительно глубоко. Чистый воздух, насладятся красотой, тишиной. Работники парка надеются, что двери для гостей откроют уже в начале июня. Соответствующее распоряжение должна сделать мэрия. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Это все, о чем мы успели рассказать. Я с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш ватсап, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. В пятницу 15 мая в Благовещенске утром переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до 13 градусов. Южный ветер будет практически незаметным. Днем он усилится незначительно, до 2 метров в секунду. Все небо в облаках – плюс 18. Вечером похолодает на 3 градуса. Ветер сменит направление на восточное и в порывах будет достигать 6 метров в секунду. Пасмурно. Ночью возможен ливневый дождь – плюс 9. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление в эти сутки сюрпризов не преподнесет. Будет держаться в норме – 745 миллиметров ртутного столба. Оставайтесь дома и всегда находите повод для улыбки. Заметила, что в ночное время на улицах появляются специальные машины – автопылесосы, которые убираются на дорогах. Расскажите, сколько улиц за одну ночь может убрать такая спецмашина? Первый вопрос на сегодня задала Анна Маргунова. Это зависит от того, насколько грязные улицы. После зимнего сезона, так сказать, грязи под бордюром очень много. Ну и на дороге это все сметается, это очень много. Поэтому по возможности, ну, в данный момент улицы 2, там, ну, одна машина. Конкретно улицы 2, наверное, 3. Неподалеку от моего дома образовалась стихийная свалка. Подскажите, к кому обратиться, чтобы ее убрали? Ответ на этот вопрос очень ждет Владимир Васильев. Если граждане располагают информацию о таких несанкционированных свалках, то необходимо обратиться с этой информацией в управление жилищно-коммунального хозяйства в администрацию города Благовещенска по адресу улицы Богдана Хмельницкого, 8. Кроме того, сообщить аналогичную информацию можно и воспользовавшись соответствующим разделом сайта администрации города. Очень хочу подработать переписчиком в этом году, но боюсь, что не справлюсь с большим объемом работы. Расскажите, есть ли какая-то определенная норма для переписчиков? Такой вопрос поступил от Оксаны Ларионовой. Существует норма на переписчика. Это 550 человек за месяц он должен переписать или подтвердить интернет-перепись. По городу Благовещенску в среднем сложилось 557 человек на переписчика. Слышал, что сейчас все управляющие компании занимаются дезинфекцией подъездов. Моя управляйка утверждает, что они тоже проводят эту работу, однако запаха хлорки я не ощущаю. Есть ли дезинфекция без специфического запаха? Ответ очень ждет Евгений Соболев. Мы обрабатываем средством ДСО, она без запаха, то есть следов, потеков она не оставляет. Но это намного лучше, чем делать хлоркой или белизной, потому что у некоторых людей бывает аллергия и без запаха. Это жидкость без запаха. Совсем скоро на городских клумбах начнется высадка цветов. Подскажите, появятся ли в этом году новые сорта растений и какие? Ответ на этот вопрос очень ждет пенсионерка Марина Власенко. Питунию в этом году, вот опять, мы заменили три сорта новых, то есть новые мы постоянно пробуем. В том числе и бархатцы или тагетис, тоже уже три сорта новых. Цвет, как говорится, не меняется, но цветы мы смотрим где-то в высоту, величина цветка. Редактор субтитров А.Семкин